Всем привет, друзья! С вами канал AlexPron, игра на FK Arena. И в этом выпуске мы проведем призыв героев, то есть откроем наши накопления, камешки, откроем три вида камней элитных, посмотрим, в чём же разница вообще, то есть стоит ли сосредотачиваться на каких-то суперэлитных камнях, или достаточно открывать обычные или же средние. Посмотрим, что там за фишка вот с мистической вот этой звёздной долиной, да, нашей, которая выдаёт сундуки, ну непонятно, блин, почему не выдаёт сундуки самого высокого уровня, в чём вообще особенность. Ну, начнём, пожалуй, именно с этого уникального события. Мистическая звёздная зона. Вот так вот. Прям вот опасно, да, звучит, зона. Вот так, награда. Говорят, смотрите, вы получили в награду 17 таких сундучков, вы 150 обычных. Ну да, давайте пооткрываем. Вот. Вероятность, конечно, получения самого матёрого вот такого сундучка крайне мала. Признаюсь, вот я почему-то думал, что все игроки получат обязательно по такому сундуку. Вот. Ну, посмотрим, получим, не получим, да. Давайте-ка покрутим. В целом, сейчас вот здесь особую вот такую вот награду, на мой взгляд, всё-таки мистический посох. Вот, берёт. Вот, вы смотрите, открыли и ничего не получили. А теперь катаем вот эти 150 сундучков. И в прошлый раз мне именно с них и выпал тот самый уникальный сундук, в котором можно получить одного персонажа из возрождённого уровня. Кстати, друзья, напишите в комментариях, вы получали отсюда уже мощный сундук или же нет, потому что как-то что-то двоякое впечатление осталось. Многие игроки, я вот смотрел в чатах, писали, что до сих пор не видели ещё таких сундуков у кого-нибудь. Кстати, друзья, в следующем выпуске будет история, да, вот о тех самых мистических посохах, да, о новых артефактах. То есть, расскажу вам всё, что знаю об этом новом игровом режиме. То есть, стоит ли эти артефакты новые выбивать? Если стоят, то какие? Вот, на кого ставить и так далее. То есть, в целом, смотрите, мы не получили самого мощного сундука, да, который здесь анонсируется. Вот, несмотря на то, что, в принципе, у нас этих сундучков было много для открытия. Завершили мы раунд этой зоны на 100%, то есть, выполнили все задания. Вот, но заняли, к сожалению, второе место. Вот, вот так-то. И теперь давайте-ка перейдём уже непосредственно к нашим накоплениям, да, что у нас тут такого интересного накопилось. Так, вот астрокарты, кристаллы, вот алмазы которые, и карты времени пока что тратить не будем. Чуть-чуть попозже их откроем. Вот, вот уже в отдельном выпуске. Вот эти вот мистические пасаха будем открывать в следующем выпуске уже. А пока что перейдём вот таким вот картам. Так, чё нам тут накинули? Ну, короче, корм накинули. Все герои уже прокачены на 5 звёзд, поэтому чисто корм, чисто корм. Так, здесь практически та же ситуация. Ну, такая же тема, да. Ну, вот здесь Гиннеса хотя бы получили, я до сих пор его не прокачал. Поэтому в целом, да, отлично, отлично зашло. Так, ну нас интересуют всё-таки вот эти сундуки. Вот, получил один сундучок, буду, конечно же, прокачивать персонажей. Сейчас возьму вот этого злодея, да, потому что он, в принципе, мне нужен на докачку. Так мы это назовём. Вот, уже скоро его докачаю, но хотелось бы побыстрее, поэтому буду брать его. А вообще, в целом, здесь очень хорош Баден. Но Бадена у меня меньше копий, и когда я его прокачаю, ещё пока непонятно. А вот с Брутом всё ясно. Предельно ясно. Так, кстати, давайте ещё вот это качнём, раз мы уже открывать начали сундуки. Так, вот такие вот есть у нас, посмотрите, камень души. Получить здесь можно просто вот, ну, элиточки. Причём элиточку можно взять обычную, то есть героев основных, а можно получить кормового персонажа. Вот так-то. Призываем. Так-так-так-так-так-так-так-так. А ну-ка, чё тут нам накинули? Лукрецию накинули. Вот это, кстати, хорошо. Ого, нормально накинули. Посмотрите, сколько, да? Вот мы получили шесть персонажей. Вот. Из дополнительной фракции. Круто. Вот сейчас вот прям действительно доволен, потому что до этого всегда вскрывал эти сундуки. Блин, в последнее время что-то насыпали. Вообще чушь какую-то. Здесь же прям накинули хорошо. Да, скажем так, не супер топов накинули, да, нам вот. Но тем не менее. Вот героев этих нужно прокачивать, и то, что они выпали, это хорошо. Это прям очень хорошо. Поэтому данным призывом я прям-таки доволен. Действительно, призвали хорошо. Ну, есть ещё у нас, смотрите, вот такие вот камни души превосходного элитного героя. Здесь мы получаем только элитных персонажей. Никаких кормовых форматов мы здесь получать не будем. Вот небожители и демоны 4%. Вот и пробуждённый герой 2%. То есть в целом можно даже получить какого-нибудь пробуждённого персонажа. Ну, смотрим. Так. Ну, с пробуждёночкой нас опрокинули, да, иначе сразу рамочка была бы жёлтая. Мы бы это заметили. Вот, но одного демона получили. Пусть и из простых, скажем так, которых можно и так купить. Но, тем не менее, да, действительно, 4% вполне себе нормальный вариант. Вот так. Ну, остальные герои, конечно, порадовать могла меня разве что на Рокку. Тоже её нужно докачать. Поэтому в целом доволен. И вот такие вот есть у нас ещё камень души почётного героя. Здесь мы можем выбирать ещё, кстати, ну, не выбирать из списка, а, в смысле, смотреть, какие герои будут в приоритете нам падать. Вот, но. Также здесь есть вероятность 4% на разорождённого, пробуждённого и на 8% на демона. Призываем. Опа! Сразу же. Чик сработал 4%. Ну, мне знаете, что кажется? Что это чисто вот замануха, вот, как для прикорма, да? То есть в первый раз, ну, прикармливает игроков. Вот, типа, открываем камень и сразу же получаем пробуждённого персонажа. Вот, вообще, я сейчас перешёл на вот такие вот камешки. Потому что чё-то я не верю, что когда я буду покупать, брать суперэлитные камни, и там прям всегда будет выпадать пробуждённый персонаж. Вот, поэтому перешёл на вот такие вот форматы. В месяц можно получить 3 набора таких камней, а самых продвинутых лишь один. Вот так. Так, 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 так. Ну, что, ну, давайте посмотрим, что нам тут накинули ещё. Ну, здесь нужно добивать уже дальше, да? Раз начали топить за опасную чувиху, то нужно добивать 27 камней, да? У нас сколько? У нас 24. Ну, нормально. Получим так. Так уж и быть. Будем добивать хотя бы до одной копии. Вот, чё-то как-то она мне не зашла. В начале так нравилось прям, всё чётко, всё круто, но сейчас даже не знаю, стоит ли её выкачивать. Так, переходим уже непосредственно к самой прокачечке. Давайте просто освободим места. Вот, с Лукрецией, кстати, отлично получилось. У меня чуть-чуть буквально не хватало, чтобы её докачать. Так, вот говорят, давай закинь ещё побольше, бабоса, и можно будет докачать вообще всех, кого захочешь. Так, отлично. Пять звёздочек. Максимальный коэффициент уже будет у нас, да? По мощности у героя. Так, многие персонажи получили пять звёзд. Тоже, кстати, нужно докачивать. И Дреза там вот в некоторых локациях бывает полезен. Так, давайте уже вот этих вот соберём, да? Брутов. Ещё три копии будет белорамочный. Это, конечно, круто. Так. Кстати, очень крутой танк этот, Мезот. Так. А сюда больше нет. Так, сюда. Да. Талия прям вот вообще не идёт нигде. Я как-то выкачивал её, выкачивал, и в целом особо не зашла. Так, нас интересует таверна Знати. Давайте-ка, погнали. Вот. Начнём, пожалуй, с того, что мы сейчас чуть-чуть подправим списки, да? Сбросим какой-нибудь балласт. И возьмём... Тут у нас остался до все уже пятизвёздочные, да? Вот четыре звёздочки осталось разве что КАС. Всё. Продолжаем призывчики, но начнём, конечно же, призывы за сердца. Вот так-то. И сразу же элитный персонаж. Круто. Чем хороши призывы за сердца? Это тем, что мы, в принципе, не тратим никакие ресурсы, да? Типа алмазов, там, каких-то свитков. То есть всё чисто, вот, очки дружбы. Вот. И могут падать даже пробуждённые персонажи здесь. Вот это круто. Мне, кстати, пару раз выпадали. Сразу дубль. Прям сегодня прёт. Отлично, кстати. Вот новый персонаж. Вот. Барсучиха. Но тоже мне не зашла. Да. В ПВП, может, она где-то там ещё и зайдёт. Может быть, в Бездне будет актуален этот герой. Ну, так в компании что-то я посмотрел-посмотрел не очень. Да и во фракционной башне. Когда уже идёт высокий уровень. Как-то она себя не проявила. Ну, да, так хорошо вначале сыпались, да, вот, герои элитные. А сейчас прям вообще не падает. Но так оно и должно быть в принципе. Здесь шанс на выпадение крайне низкий. А нам прям накидывали и накидывали. Отлично. Интересно, а будут ли герои сейчас падать, да, вот, пробуждённые из обычных призывов или нет. Так. Следите, вот, насчёт свитков. Если кто-то там где-то выбирает, вот, сундуки иногда бывают, фракционные свитки или обычные свитки, то я всё-таки рекомендую брать обычные свитки. Вот, если вы не выкачиваете конкретно какую-то фракцию, прям, что срочно нужно прокачать. Потому что там выпадают и демоны, да, с ангелами, и пробуждённые персонажи там падают. Вероятность хорошенечко подняться гораздо выше, чем во фракционных свитках. Так, всё, из сердец мы не получили. Ничего стоящего. Здесь будем выкачивать сейчас мы барсучиху, пожалуй, да. Ну да, в принципе, мне там ещё можно этих подкачать. Ну, попробуем всё-таки барсучиху выбить. Может, попадётся. Так. В целом, фракция... Вот. Гарамил, она не самая такая вот удачная. Там вот персонажи же, ну... Ситуативные, крайне прям ситуативные. Где-то на боссах, да, бывают в топе они там, ещё в каких-то локациях. Но фракция, пожалуй, до сих пор занимает четвёртое место. В общем списке по эффективности всех героев во всех фракциях. Так, возвращаемся. Ещё есть свитки, у нас нужно их досливать. Так, а нас-то? Угу. Вот, Нарока нормальный. Кстати, вот кто-кто, вот последний персонаж, ну, один из последних персонажей, да, вот Нарока. Такая призывательница, да. Очень опасный вышел герой. Крайне высокая эффективность. Для данной фракции, да, и, в принципе, может поконкурировать со многими героями других фракций. Так, ну, сегодня именно Анас-то, видимо, в ударе падает по полной программе. Вот, Антандра тоже выпала. Чуть-чуть ещё не хватало, видимо, докачать их там. Сливаем. Свитки по полной программе. Так. Есть. Получили всё-таки, получили, да, вот мы сделали 15, да, полных разворотов. И получили одного героя. Лишь одного. Вот так-то. Да, крайне-крайне низкий результат. Кстати, давайте-ка сейчас проапгрейдим и чуть-чуть. Поменяем вектор призыва. Многих героев докачали до пяти звёзд. Это круто. То есть мы получим очки развития дерева. Ну, скин на Анасту, конечно, выглядит, ну, необычно так, что-то типа как футуристический вариант какой-то прям. Но в целом герой, конечно, хорош. Уже утратил частично свои позиции. То есть не настолько прям имбовый, каким был раньше. Но всё ещё используется. Вот эту псину покачаем. Так, погнали ещё призывчики. Есть 400 свитков. Это, в принципе, можно тут хорошенечко что-то получить сейчас. Так, Анджела выпал. Надо же. Ну да, он стоит просто в этом, в списке желаний. Потому что, ну, просто ставить уже больше некого. Все герои выкачаны. Вот в этой фракции на пять звёздочек. Сразу псина пошла, да, салаки это? Собака сутулая. Так. Дубль. Нормально, нормально. Так. 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 джером кстати тоже довольно таки приличный персонаж сейчас зашел уже в топ да и используется во многих командах ты в компании даже его используют и на боссах поэтому прокачивать его нужно тоже вместо салаки лучше бы падала виктория на вот это барсучиха подняли бы хотя бы немножечко дополнительных ресурсов так по всей видимости придется сливать алмазы на ее призыв вот и получение анимированной аватарки вот так вот отлично крайне как-то жидко согласитесь вот нет крутых героев да вот что они не падают вот демоны что не падают пробужденные ну пробужденные ладно там процент маленький вот мы могли бы хотя бы пару демонов накинуть я не знаю это как будто все условия для этого есть да вот сливаем свитки сливали сердца или это они отыгрывают вскрытие камней типа с камней много упало вот хорош вам накидывать еще на призыве так не отлично так отсюда уберем за палмера ну в принципе то ставить и не никого как бы все герои уже есть так и здесь колено уберем такая же ситуация киль тура поставим так продолжаем призывчики гранит иногда используется вот в пачках с лукрецией виктория отлично здесь в целом не бесполезный персонаж наконец-то но правда выбор выбор конечно пал не очень талену выдать как пробужденного героя ну когда был всего один персонаж да вот пробужденный прям тален так четко там да круто вот но когда начали выходить все новые и новые герои то есть талена на их фоне стала смотреться крайне простенько да сейчас что там на фоне пробужденных а сейчас даже некоторые герои обычных фракций и то выглядят поэффективнее я уже не говорю о новых ангелах и демонах так так тазика нам дали ну давайте продолжим кого бомбить давайте продолжим громил бомбить на рок он тоже хотя бы дали нормального персонажа из тех которые не прокачаны еще до конца у меня так смотрим что у нас там вышло по факту уже так ну нормально нормально в целом вот прям призывчиком доволен да хотелось бы побольше получить ангелов демонов хотелось бы побольше получить пробужденных персонажей и более качественных вот но тем не менее по пробужденочкам выпал нам сразу же крутой очень крутой на мой взгляд герой вот это баден пробужденный да из одного камня это конечно хорошо и сейчас потратим несколько кристальчиков все таки на призыв уже виктории до белой рамочки удовольствие конечно не из дешевых но тем не менее получить можно сразу дубль и это хорошо это прям круто только не помню нам нужно три или четыре копии как-то не посмотрел чтобы лишнее не тратить ну сразу дубль упал и закрыли тему да вот сколько нам нужна копий так заходим сюда то есть в любом случае на белую рамочку хватит выкачивать как-то ее сильно я не собираюсь то есть в целом герой проходной на мой взгляд шамка пробужденная заканчивается пусть заканчивается но вот здесь вот мы получим сейчас ништячки в принципе можно до пяти звездочек выкачивать там красную карту можно получить но ресурсов у нас для этого не хватит то есть может быть на следующий призыв можно было бы там до пяти звезд ее раскачать но я лучше кристаллы солью на призыв в астрозале давайте лаватюна этого призовем есть у нас сундучок да подарочный кого же вы собираетесь призывать давайте кого-нибудь выберем всего один герой когда вариант выбора не очень велики так в целом отлично очень отлично я даже так сказал в целом по всем этим параметрам так надо было его еще у это не лаватин был это же этот наверное упал в виде в виде в виде не он должен был призваться да а в пробужденках но в пробужденках он что-то не засветился здесь да за него пока не дают ничего то есть гавуз появился здесь но так и писали в обновлении что пока они будут давать дополнительных бонусов за него так в принципе и получилось ну давайте поставим сейчас анимашечку анимашечку так а ну-ка ну вот такая тоже нормально зайдет да искра пламени нормас хотя в принципе вот такой вот тоже зайдет на нее такую ставили недавно давайте вот эту возьмем выглядит прикольно так ну что ж друзья на этом пока все понравилось видео ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал а будут вопросы пишите в комментариях и в наших соц сетях пока пока друзья и до встречи в новых выпусках пока 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 мои